Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы с вами рассмотрим такой вопрос, как уход за виноградом в летнее время. Здесь необходимо делать посынкование, прищипывание и прочие процедуры. У нас есть вот такой куст, пока он не прищипывался, не посынковался, поэтому как же это все сделать? Для того, чтобы подвязывать виноград к шпалере, я использую обычную бобинную ленту, старую негодную. Она очень хорошо подходит для этих целей и в дальнейшем, по действиям солнечных лучей, она разлагается и превращается в пыль. То есть нам в следующем году не нужно будет ее собирать по огороду. Я использовал небольшую веревочку для удобства, которую пропустил в центре бобины и подвешиваю ее на шею. У нас всегда под рукой есть такая удобная лента для подвязываний. Есть в магазинах продают специальные хомуты, которые используются для подвязки винограда. Они дороговаты, винограда много, поэтому самый дешевый и практичный способ. Это для подвязывания использовать обычную магнитофонную бобинную ленту. С чего же начнем? Для начала нужно определиться, какая лоза с грозьями винограда. Виноград уже он еще не отсвел. Мы не видим, где уже будет гронь, где не будет гронь. С чего же начнем? Сначала определимся, где есть гронь и где нет. Здесь видно, что виноград навязался. То есть на этой лозе есть виноград. Ее мы оставляем. Все лозы, которые без винограда, удаляем. Оставляя одну из трех. Это для того, чтобы в следующем году заложить будущий урожай и они набрались сил за течение лета. Дальше необходимо удалить все слабые и маленькие лозы, которые образовались на лозе. Это необходимо делать для того, потому что они маленькие, слабенькие и не могут обеспечить полноценное питание солнечных лучей и прочего. То есть они нам для куста действуют в ущерб. Поэтому мы их удаляем. Вот они здесь есть небольшие такие ложечки, которые находятся на многолетней лозе. Главное внимательно следить, чтобы не было на них завязи и винограда. Мы их удаляем, не задумываясь. Это такие небольшие лозы, которые мешают кусту нормально дышать, проветриваться и поглощать солнечный свет. Затем необходимо провести посынкование. Что такое посынкование? Здесь на лозах этого года образуются небольшие на междоузлиях, небольшие черенки. Вот они идут, это посынки. Некоторые советуют удалять их полностью, но по результатам многих исследований еще при СССР было установлено, что если оставлять два листа на пасынке, отщипывая остальное, то это увеличит количество урожая, качество и это очень полезно. Поэтому я оставляю два листа, остальное отщипываю и так по всей площади шпальеры. Следующий этап это прищипывание. Если его не прищипывать, виноград, то он пойдет очень далеко и высоко. Если бы у нас было не шпальера, а арка на дворе, то можно было этого не производить и пропустить очень далеко, чтобы лоза добралась до верхней части арки. В нашем случае шпальера, поэтому чем выше будет идти лоза, тем будет хуже. Она будет тоненькая, длинная и не успеет вызреть до осени. А зимой может замерзнуть, просто и пропасть. Значит я оставляю примерно 2 метра 30 сантиметров и все остальное отщипываем верхушку. После того, как мы отщипнули верхушку, по посынковали эту лозу, необходимо ее подвязать на шпальеру. Для этого отрываем кусочек магнитофонной ленты и подвязываем на шпальеру. Подвязываем не туго, потому что если мы туго завяжем, то при дальнейшем росте лозы возможно ее передавливание и ухудшение питания части, которая находится выше подвязки. Еще есть такое занятие, как прореживание листьев. Но я этим не занимаюсь. Также некоторые удаляют грозди на лозе. Если лоза слабенькая и образовалась больше одной грозди, то вторую необходимо отщипнуть, для того чтобы также урожай был и слажа и крупнее. Если это винный виноград, то можно этим не заниматься, потому что от качества винограда ничего не зависит. Для вина пойдет все. Поэтому если допустим Изабелла, Лидия или Кадрянка, такие сорта, то я там особо не мутствую, не лукавствую и лишние грони не убираю. Здесь же у меня виноград кеша, поэтому я оставляю на каждой лозе по одной грозди винограда. Это благоприятно сказывается на росте, качестве ягод и их количестве. После того как все эти мероприятия проведены, я уже это сделал с этой стороны виноградника. Вот обслуженный виноград на шпалере. Здесь видно, что верхушки прищипнуты, листики вверху по оставались по одному, пасынков нет. Если есть, то только по два листика от каждого пасынка. Есть навязавшиеся грони винограда. На каждой лозе по одной штуке я оставил. Если ваш виноград горошит, то еще можно применить такую методику, как расчесывание гроздей. При этом часть ягод удаляется, часть остается, что также влияет на размеры ягод. Если же куст молодой, как в нашем случае, вот есть куст винограда молодого. Здесь также мы удаляем все пасынки на уровне второго листика и дальше. Кустик уже двухлетний, я спускаю два рукава. В дальнейшем можно через год уже сделать четыре. Главное, чтобы он набрался сил. И также можно пока еще шпалеру не делать. Просто подвязывается виноград к обычным прутьям и он растет по мере своих возможностей. Также необходимо его поливать примерно раз в две недели в зависимости от погоды и подкармливать. Я для этого использую птичий помет, который разбавляется 1 к 20 с водой и перепревший он уже не даст никакого вреда. То есть наш виноград не сгорит. Также для подкормки винограда применяется пепел обычный, который образуется после сжигания костров на шашлыках. Он тоже очень хорошо влияет на качество винограда. Меньше болеет и дает дополнительные вещества, в частности калий, который влияет на рост. Вот удобренный куст. Примерно за лето я под каждый куст высыпаю около пол ведра. Пепла, что очень благотворно сказывается на росте винограда. Вы посмотрели видео о том, как я посынкую и прищипываю виноград в летнее время. Если есть замечания, ставьте свои комментарии. Понравилось, ставьте лайки. Будьте с нами на нашем канале. Вы были на канале Дело мастера боится. Всем пока, до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!